всем привет с вами канал армор мастер и сегодня у нас видео по технологиям конкретно обзор нового третьего поколения водяных акрилов от ака ну два слова об этих красках водяные акрилы прекрасно подходящий под кисть полимеризующийся очень удобно и тем что последующий слой после высыхания никак не поднимает предыдущий и в общем то из-за этого прекрасная краска для работы кистью но при этом весьма сомнительная с точки зрения аэрографа почему потому что ну во-первых норовит прилипнуть к игре постоянно собраться комком норовит эта краска подобная во всяком случае водяные акрилы это акава леха я мамик норовят они плюнуть и самое главное что крайне неудобно их из аэрографа вымывать вычищать в общем то третье поколение вот это самое причем я тоже честно говоря не уловил когда появилась второе но тем не менее третье поколение нам говорит о том что новая формула вообще побеждает любую другую акриловую краску лучше адаптация и для кисти и для аэрографа в одновременно как это не удивительно да и предотвращает проблемы с краской с ее высыханием и с другими общем проблемами при использовании в аэрографе это все очень интересно настолько интересно что даже я немножко повелся на эту рекламу и приобрел несколько баночек и самое главное для того чтобы не было вопросов что я что-то неправильно делаю я приобрел сразу же разбавитель ну то есть я практически уверен что под кисть эта краска будет нормальная мы делаем конечно тесты под кисть но на самом деле в основном конечно интересует вопрос с аэрографом под аэрограф краску надо разбавлять и вот я купил собственно разбавитель чтобы всяческих вопросов избежать по поводу того что там был использован нефирменный или какой-то еще не тот разбавитель потому что ну мы с вами видели наверное обзоры да когда бодяжит краски бог знает чем на этом основании делают что краски какие-то плохие нет здесь я все-таки стараюсь использовать все максимально корректно значит сразу по поводу краски вот в таких она баночках видите с такой вот закрывашкой очень удобная на самом деле закрывашка то есть можно схватиться и взять единственное что сразу скажу вот это вот пятно краски это я уже сделал то есть это не выкраска которую сделал производитель это я ее сделал в общем то ну для своего наверное удобства здесь внутри надо не забывать периодически промывать также как прочищать вот эту часть для того чтобы она у нас не загрязнялась не начинала подсыхать плюс для тех кто не знает вот так вот у нас мы берем заносик и вот так вот открываем при необходимости у меня этого необходимость сразу скажу возникла мгновенно потому что к сожалению в отличие от ама мига ака не вкладывает свои емкости не такие утяжелители для удобства размешивания поэтому соответственно я положил туда саморезик обычный из нержавейки да и ну вот вы слышите да то есть он стучит по по стенкам стучит по днищу то есть это меня скажем так убеждает в том что краска полностью размешана опять же для того чтобы нам избежать того момента что мы недостаточно краску взболтали тут что-то тестируем а на самом деле из-за того что мы плохо смешали просто будут проблемы то есть здесь этот вопрос решен и опять же если возникнет вопрос а вдруг там как-то про взаимодействует краска с этим саморезом ну я только что сбросил не может никак просто взаимодействовать я это просто к чему все заранее предупреждаю я сам первый раз открываю эту банку я не пробовал ей красить до этого ни кистью не аэрографом то есть тест на мой взгляд совершенно честный и нейтральный и да самое главное я эти краски и разбавители купил за собственные деньги никто мне их не подарил никакие производители и магазины поэтому тоже мне кажется это ну достаточное основание для того чтобы я объективен то есть мне нет смысла ругать эту краску также как нет смысла ее хвалить краска хорошая супер краска не очень ну в общем что вы хотели от водяного акрила так наверное даже так же здесь есть даже на русском языке немножко я процитирую на основе акриловой . вода . с маленькой буквы хорошо взболтать . ну то есть где-то между арабским и китайским и японским языком находится русский соответственно не очень все как-то написано ну ладно хоть что-то написано да бог с ним мы в общем то не для этого взялись . теперь как будем тестировать я купил вот такие вот ложечки если это важно то в ленте ложки бон вида их там 200 штук будет одна ложечка не загрунтованная одна загрунтованная ну я грунтану так в темноте из баллона томиевским грунтом опять же если кто-то сомневается почему томиевским почему не каким-то фирменным валеховским или там амамиговским ну потому что извините валеховскими пускай сами валеховцы грунтуют грунта мой взгляд для бронетехники неподходящий вот но меня естественно интересует прежде всего то как это будет использоваться для брони вот ну для начала попробуем кистью обычная влажная палитра салфетка бумажка для запекания самая обычная кисточка двойка колонок ну и самая обычная вода h2o из-под крана давайте немножко еще промешаем да ну и салфетка нам понадобится для того чтобы консистенцию ловить промешаем немножечко выдавим этот цвет бритиш хаки достаточно такой нейтральный не самый сложный цвет то есть это не желтый не белый то есть не какие-то такие не металлик какой-нибудь не те цвета которые трудные всегда это совершенно обычный цвет который в моем представлении должен нормально лечь причем я на самом деле заранее тоже покажу я подготовил тамиевский хаки и валиховский униформа русы ну тоже это фактически хаки близкие цвета это контрольные цвета то есть они нужны для того что если например я сейчас начну красить ложку да а я не знаю краска эту ложку расплавит или там еще какой-то ужас произойдет ну то есть что-то совершенно неприемлемое и она совсем никак не ляжет я попробую валиху да если окажется что валиха тоже не ложится но это будет значить что действительно что-то там с ложками не то ложки бракованной попались если валиха ляжет нормально то это будет говорить о том что что-то у нас с краской первый слой стараюсь наносить более-менее тонким честно говоря мне не очень нравится уже как ложится но на самом деле это пластик здесь без грунта причем пластик такой возможно немножко полиэтиленистый то есть тоже нельзя сказать что какие-то лайтовые условия вот кстати здесь начинают на сгустках уже образовываться некие катышки до имеющие рельеф это на самом деле все не очень хорошо опять же я допускаю что возможно есть какие-то супер волшебные трюки по использованию этой краски да ну я хотел бы для начала понять как она в принципе будет при нанесении но вот таком простом не знаю трюков так ну на грунт на грунт ложится получше вот буквально у меня сегодня пришел вопрос надо ли грунтовать под фигурки ну конечно надо надо все грунтовать потому что на загрунтованной поверхности краска но вы сами видите насколько хорошо распределяется насколько лучше да то есть если на вот здесь вот без грунта она норовит скатываться да и вот видите вот эти вот пошли уже утолщение не очень хорошие которые возможно будут видны под слоем краски по грунту уже все гораздо лучше накладываем второй поперечный слой опять же я я не требую от этой краски чтобы она была сразу с первого слоя сто процентов укрывистая это не нужно на самом деле потому что стопроцентная укрывистость если нужна можно взять томию да и задуть все из аэрографа если мы работаем кистью то принципе нам ну особенно это если это униформа и прочее то легкая такая полупрозрачность слоев нам совершенно не помешает так ну вот второй слой поперек ну без грунта вы сами понимаете не идеально так теперь грунтованная еще подсыхает кстати сохнет не мгновенно давайте дадим ей немножко высохнуть и уже дальше нанесем вот кстати тоже сейчас нанесу второй слой будет это более явственно видно к вопросу о том зачем используют те же самые автомобилисты автомобильные те кто делают автомобили белые грунты да что на белом грунте на белом фоне все выглядит гораздо ярче я думаю видно да насколько насыщенней краска ну здесь еще правда два слоя но даже по тем местам где один слой на самом деле видно насколько все это более насыщенно выглядит так консистенция вроде нормальная давайте поперек нанесем вот смотрите кстати если поперек наносить по грунту вторым слоем то у нас уже практически все нормально ну то есть три слоя будет достаточно принципе можно даже пока намертво не высохла такими неявными мазками накидать сразу же третий слой вот единственное что вот здесь в центре немножко подхватилась немножко недовысохла краска ну не знаю будем это считать моей ошибкой или плохой краской я сюда сейчас немножко накидаю даду дам подсохнуть уже еще получше и еще раз нанесу на самом деле в квартире очень жарко то есть это не то что я найти в 15 градусов крашу поэтому ничего не не сохнет вообще довольно тепло так ну давайте попробуем еще раз без грунта опять же я понимаю что такие площади красить кистью мы скорее всего в реальной жизни не будем но кто-то же красит модели кистью и потом нам обещают волшебную краску как вы помните которая идеально под аэрограф и под кисть да ну подсыхает на самом деле если приглядеться то видно что конечно идет уже небольшой микрорельефчик хотя краска не выглядит густой при нанесении консистенция вроде нормальная ну пускай немножко посохнет я еще добавлю возможно кого-то раздражает немножко плавающий автофокус я увы к сожалению ничего не могу с этим сделать автофокус немножко плавает ну я надеюсь что никаким серьезным травмам среди зрителей это не принесет так что такое такова техническая сторона дела увы камера которой я пользуюсь ну вот нормально не отрабатывает моменты фокуса вообще у меня такое ощущение что эта краска сохнет дольше чем валиха чем ака и амамика кстати может быть поэтому она лучше и под аэрограф идёт то есть мы же вообще должны понимать да что свойства краски для аэрографа и свойства краски для кисти они во многом зачастую взаимоисключающие то есть то что хорошо для под кисть плохо под аэрограф то что плохо под аэрограф то что хорошо под аэрограф плохо под кисть я думаю это понятно да здесь они ну то есть первоначально они сделали так же как делает в алеха то есть чисто под кисть а с аэрографом типа сами себе злобные буратино здесь я думаю это попытка немножко приблизить свойства краски к тем которые тем свойствам которые имеют краски спиртовые акрилы и даже уритановые акрилы то есть более жесткие более вонючие соответственно если она окажется нормальный под аэрограф в принципе то что она чуть хуже под кисть мы простим да вот на самом деле самое главное как с аэрографом будет ну вот по первому ощущению под кисть неплохо но не космос не взрыв то есть просто нормальная краска наверное на самом деле для большинства случаев этого и достаточно мы ведь в принципе и хотим наверное в основном просто нормальную краску не какую-то эпическую так давайте последний я надеюсь проход чуть-чуть хочется даже пожиже красочку сделать опять же есть мнение что краску надо мешать уже на кисточке они на влажной палитре иначе она теряет свои свойства но может быть это и так но с учетом того что 90 процентов пользователей все-таки краску смешивают уже на палитре я буду делать опять же точно так же то есть я хочу показать эксплуатацию ну вот такую стандартную да то есть насколько эта краска приемлема и насколько и удобно работать без какой-то особой спец подготовки в каких-то испанских лагерях в которых вас будут учить работать с этой краской да немножко густовато сразу добавим водички и продолжим такими широкими мазками ну раз уж я взялся большую площадь закрывать то естественно крашу я широкими мазками ну можно сразу еще поперек я уже честно говоря ну мне кажется тут слоев достаточно для какого-то общего понимания вообще того что с краской происходит так ну отмывается она естественно водой тут все стандартно совершенно не знаю может быть еще один финальный слой положим дав ей чуть-чуть подсохнуть меня еще сейчас интересует второй момент это прозрачный цвет ну то есть тут с матовыми все примерно понятно как бы ну нам вроде нормальная краска не идеальная но приемлемая под кисть пойдет давайте посмотрим как по себя поведет прозрачный цвет потому что прозрачный цвет ну есть у той же самой томии например прозрачный да но те кто пользовался знают что они очень капризные они очень быстро засыхучие они постоянно тянутся за кистью и так далее и так далее вот мне интересно насколько хорошо будет работать прозрачный водяной акрил потому что ну со спиртовым на мой взгляд работать сомнительное удовольствие соответственно тоже берем прозрачную деталь естественно ну и да я думаю вы все видите краска просто не прилегает нормально к детали ее приходится растаскивать ну кто-то умный наверное скажет что надо грунтовать но я напомню что у нас здесь деталь то прозрачная то есть грунтовать ее нельзя нам надо красить прямо по пластику ну вот я так вот раз таскиваю конечно но если мы посмотрим на отцвет сейчас я пытаюсь поймать вот вы видите вот то есть поверхность такая получилась не очень ровная ну опять же один слой для акрила не слой наложим нанесем второй и уже окончательный какой-то вердикт можно будет сделать и по поводу прозрачный ну во всяком случае наносится он ну если его успеть растащить то вроде ничего тем более что надо понимать что мы эти растаскивать будем по крошечной совершенно поверхности по крошечной площади так ну вот появились некие такие вот на месте где краска подсыхает да как ну вот следы границы хотя вы видели я разбавлял очень жидко то есть краска совершенно жиденькой консистенции ну давайте еще финальный аккорд попробуем если если получится потому что что-то давайте я заново все-таки наберу это опять скажут что я хорошую краску обижаю заново наберем смочен немножечко в воде и попробуем нанести я сразу же сразу же сейчас тоже говорю что вот та площадь на которую я сейчас наношу эту краску и то количество слоев которые мне для этого потребовалось в реальной жизни нам если мы модель не будем красить кистью не понадобится да то есть ну здесь достаточно большая у меня площадь нанесения то есть если бы мы красили какой-то там я не знаю там элемент униформы там еще что-то то в принципе нам такого количества слоев и главное ну такого площади такой объем заливать было бы не нужно поэтому если скажем так красить мелочевку на мой взгляд вполне ничего вроде не предыдущий слой не цепляет все нормально закрывает ну некая такая как бы некие следы от кисточки чуть-чуть вроде бы заметны но опять же площадь большая и я тоже должен сказать что я не не какой-то гипер профи по окраске кистью да то есть ну я крашу там и минки иногда крашу да и мелочевку подкрашу но площади я кистью не закрываю да то есть поэтому крашу просто крест на крест все так ну и давайте попробуем синенький то есть на второй слой на самом деле должно лечь уже гораздо лучше в теории на практике по моему так же очень уж он прозрачен и главное не очень равномерно так ну что еще раз смешаем может быть потому что он чуть-чуть уже краска от палитры набрала влагу опять же мы должны исключить все как бы все возможные варианты ошибок именно нанесения да то есть нужно получить объективную картину именно по краске насколько возможно объективную ну не а ну конечно он становится сильнее но если честно равномерность покрытия меня конечно честно говоря не особо устраиваю ну еще слоек попробуем то есть наносить конечно удобнее чем томию но результат к сожалению совсем не тот который при применении томии я опять же это для синих перископов а поставьте себе там какие-нибудь поворотники или что-то подобное накрашивать но это просто смешно то есть практически прозрачная краска то я честно говоря набрал краску но наносить ее сейчас это просто сорвать предыдущий слой я думаю что мы так делать не будем ну что краткие итоги по нанесению кисточкой так сейчас я попробую поймать фокус и чтобы вам было видно укрывистость весьма неплохая для кисти то уж точно но конечно потребное количество слоев довольно заметно и опять же если мы говорим о росписи фигурок например да то есть о каких-то там униформе и прочим то там это не проблема никакая почему потому что мы все равно будем наносить много слоев разных цветов и микро такие не прокраса и микро микро полупрозрачность она на самом деле будет даже в плюс она позволит смотреть там более глубокие слои это в принципе нормально для окраски кистью целиком танка ну конечно не ну можно то есть опять же если теоретически потом закрыть слоем лака да потом еще слой лака и потом еще финальный слой лака из аэрографа то в принципе но вот эти микро нюансы они уйдут с другой стороны если у вас есть аэрограф какой бы стати вы стали красить танк кисточкой вот поэтому ну не знаю кстати можно опять же поэкспериментировать давайте попробуем вот я вижу некие моменты да подсохшей краски а что будет если вот не засохшую немножечко нам вот так вот кисточкой попробовать подразровнять даст это что-то вообще или нет понятно что краска полимеризуется но вот как быстро она полимеризуется это вопрос может быть мы таким образом сможем немножко выровнять некие дефекты которые появились на поверхности откроем так сказать новую голову в окраске кистью или откроем давным-давно изобретенный велосипед я не знаю ну да видите чуть-чуть смывается некое взаимодействие кисточки и краски у нас есть еще потру вот здесь где явно появились такие нехорошие какие-то раз разводы именно от подсохшей краски ну и дадим немножко подсохнуть но мне кажется немножечко так ушел этот момент стал не настолько явным чуть-чуть ну давайте здесь тоже здесь вот кстати где с грунтом на самом деле получше в этом плане было посмотрим удастся ли нам тоже снять боковой поверхностью ну как минимум кстати смотрите краска нигде не сдирается то есть уже хорошо явно каких-то проплешин нет хотя прошло буквально ну не знаю сколько 10 минут с нанесения так ну даем подсохнуть ну вот после такой немножечко такого легкого разравнивания мне кажется вообще все стало нормально да какие-то явные гребни подушли ну опять же она не сказать что прям какая-то супер идеальная да но нормально легло ну то есть по кисти в принципе можно подводить итоги все ожидаемо нормально у нас кистью да надо грунтовать ну как любую краску естественно под любую краску нужно поверхность грунтовать но в принципе вполне нормальный водяной акрил без каких-то космических вещей типа в один слой мы все прокрашиваем и получается полная укрывистость ну и без каких-то неприятностей когда у нас начинает краска просто прилипать к поверхности и соответственно плохо наносится давайте попробуем еще один слой ну я думаю что с этой прозрачной краской уже все понятно давайте я побольше возьму уже плюхну так плюхну ну да тут конечно ну если 20 слоев положить наверное будет нормально так конечно она очень-очень прозрачная но опять же тут чудо никто не ожидал в общем то да тоже пользоваться можно но восторга прозрачная эта краска конечно к сожалению не вызывает все сушим кисточку переходим ко второй части ну во второй части мы ожидаемо будем работать аэрографом значит ну естественно разбавлять штатным разбавителем и тот же самый British Hockey опять же для чистоты эксперимента я не хочу ну каких-то разными цветами пользоваться чтобы потом говорили что из-за того что разные цвета поэтому разные результаты один и тот же цвет соответственно китайский красный аэрограф совершенно стандартный джаз сопла 03 я вообще кстати водяными акрилами обычно пользуюсь H&D но раз нам обещают что все будет прекрасно ну давайте рискнем этим джазом вот сколько то я набрал давайте посмотрим вообще хорошо ли идет распыление все ли в порядке исключить вопросы аэрографа да мне кажется все совершенно нормально теперь давайте помешаем все таки за эти три минуты вдруг она слежалась прям туда первую очередь наносим разбавитель разбавитель да даже кстати размешивается неплохо смотрите-ка вот та же самая Валеха в своем фирменном разбавителе она вот ее так вот мешаешь отдельно плавает Валеха отдельно плавает разбавитель Валеховский же здесь вроде все нормально ну давайте попробуем немножечко нанести какие-то линии вообще посмотрим какая консистенция рабочая и когда все станет нормально уже дунем ложку ну собственно вы видите что распыление не очень хорошее ну да все все мгновенно забилось типичный ледяной акрил хоть и третьего поколения но окей добавляем разбавителя может быть мы просто недостаточно разбодяжили опять же зажимаем сопла немножко даем воздух обратно в бачок чтобы все перемешалось и ну это пока что у нас еще я надеюсь просто плохо размешанная краска идет которая там где-то на игле зацепилась кстати иголка что характерно в общем-то для водяных акрилов тоже вся уже в краске ну то есть вот все то что рассказывали то что писали что все с этой краской прекрасно да нет типичный водяной акрил я не знаю как ее еще надо разбавлять допустим еще надо разбавить хорошо ну если она при этом будет укрывистая то и слава богу мы значит меньше краски потратим и дольше тоньше слой дадим ну вот она как-то очень неравномерная ну окей давайте попробуем зубочистке помешать может быть она сама все таки не промешивается надо помешать зубочисткой мало ли я честно говоря ну я уже так примерно все вижу на самом деле так ну неужели краска пошла давайте посмотрим насколько тонкие линии можно рисовать в принципе можно не знаю ну что так так ну Ну, что можно сказать? Краска пошла. Это хорошо. Действительно, разбавлять её надо сильно, не пополам, а где-то на, не знаю, процентов на 70. Но, во-первых, я вот неооружённым взглядом вижу у себя на иголке уже всё равно точку краски. То есть, то, чего быть не должно было как раз по рекламе. Ну, вот, да, вот если точку снять, то, в принципе, нормально. Теперь по поводу самого распыления. Ну, пылит. Конечно, пылит. То есть... С другой стороны, я вам скажу, что... Давайте возьмём ножичку. По предварительному ощущению, вообще-то говоря, конечно, это гораздо ближе не к водяным акрилам. То есть, не могу сказать пока что, что произошло чудо, но потенциально надежды есть. Давайте попробуем покрасить ложечку. Давайте сначала ложечку покрасим не грунтованную, просто обезжиренную. Поотмытую. Ну, укрывистость такси, а и потёки немножко всё-таки пошли. Ну, здесь будем считать, что сложная поверхность ложки. Плюс грунта нет, краска по нему раздвигается. И, кстати, вам не кажется, что при разбавлении цвет стал чуть-чуть другой? Да, ну, опять же, это может быть белая база такая, что проглядывает. Да, ну, для тех, кто не в курсе, самая, конечно, фишка это то, что запаха никакого нет, ну, как у любого, собственно, водяного акрила. Так, ну, по нанесению, что? Действительно не липнет. Вот, как ни странно, не липнет, при этом оставаясь достаточно укрывистой. Это здорово. Ну, насколько, скажем так, удобно будет красить реальный танк, ну, мы ещё посмотрим. Да, ну, как минимум, ложку красить можно. Если вы красите ложку, ложки, то можно брать. Так, ну, шутки шутками. Теперь, действительно, давайте дунем по грунту. Вообще, такое ощущение, что жидковат. Жидковата краска немножко. Я буду чуть дальше держать аэрограф. Вот, ну, жидковат она, опять же, из-за чего? Из-за того, что там избавителя много. Избавителя там много, вы помните. Из-за чего? Из-за того, что вес его, когда его было меньше, она липла. Ну, опять же, давайте попробуем, ну, пару капелек добавить. Поиск консистенции – это уже, скажем так, процесс длительный и индивидуальный. Да, главное понять вообще, насколько эта краска применима по дайер. Ну, я думаю, что уже понятно, что применима. Я, кстати, армор без букву написал. По-американски немножко. Ну, я думаю, что все понимают, о таком канале идет речь. Давайте более густым попробуем. Напоминает такое, пасхальное яичко. Ложка. Остается небольшая полупрозрачность. То есть, вы видите, я много слоев накладываю, но, опять же, мы понимаем, да, это не томие. То есть, то, что мы после каждого продува, на самом деле, тихо шипя, не отдираем краску с иголки и сопла, уже сильно говорит в пользу, конечно, вот этой краски. Но давайте немножко еще продуем воздухом пока. Просто воздухом. То есть, мы продуваем воздухом для того, чтобы высушить поверхность, чтобы побыстрее можно было наносить второй слой. Ну, и давайте поперек дадим. Склонность к заливистости средняя, я бы сказал, даже ниже среднего. То есть, явным образом краска не течет, хотя, как вы помните, разболтали-то мы ее ого-го как. Ну, теперь, опять же, давайте вернемся к нашей неурунтованной ложечке и тоже ее еще разочек пройдем во всех направлениях. Опять же, теперь у нас краска чуть погуще, хотя при этом она продолжает нормально выдуваться из аэрографа. Посмотрим, что нам это даст. Ну, вот тут вот, кажется, не совсем пойму, то ли это потек, то ли это какая-то грязь от предыдущих слоев. Ну, опять же, мы сейчас дадим еще пару слоев, и я думаю, что все скроется. То есть, какие-то неравномерности, конечно, есть. Ну, и вообще, укрывистость здесь не космическая. С другой стороны, бешеную укрывистость нам никто не обещал. Нам обещали, что краска не будет липнуть к игле. Вы знаете, как неудивительно... Ну, я не знаю, будет видно, не будет. Наверное, не сведется. Да, не сведется. Но, в общем, вам придется на слово мне поверить. Иголка чистая. И самое главное, что очевидно, что она чистая, потому что, если бы она была бы грязная, то нормально бы краска не наносилась. То есть, вот я еще раз покажу. Просто линия идет, ну, подпыливает, конечно, но для водяного акрила это просто сумасшедший результат. И все, мы отпускаем. И вот мы сейчас на обычном водяном акриле, мы бы сейчас запустили, и у нас полетела бы клякса. Здесь клякса никакой нет. То есть, игла сухая. Это, мне кажется, круто. Игла сухая. Я подсушил еще раз ложку сжатым воздухом. Ну, и, наверное, финальный уже слой. Попробуем с чуть большего расстояния так уже уверенно надуть. Ну, и посмотреть, как это все будет в итоге, в финале. Ну, и, соответственно, уже будем подводить некие итоги. Попробуем сухая. Птереснее. Вот я так довольно обильно лил, практически дал мокрый слой, тут как бы сразу два момента, краска не течет, ну вот так явно не течет, как могла бы с одной стороны, с другой стороны, она все-таки остается немножечко прозрачноватой, то есть, соответственно, грунтовать под нее все-таки крайне желательно, элементарно, чтобы выровнять цвета, то есть, если вы где-то будете использовать травление, например, то травление другого цвета может, если отличается от пластика, там пластик у вас темно-зеленый, отравление, ну такое, цвет отравления, да, латунное, оно даже под многими слоями краски может отличаться, поэтому грунтовать здесь обязательно, но опять же, в отличие от некоторых других водяных акрилов, вы видите, что на Томиевский нитрогрунт из баллона эта краска прекрасно. ложится, то есть, тут все нормально. Еще немножечко по краешку, ну и перейдем к самому интересному, это к прочистке аэрографа, это на самом деле далеко не самый последний по важности момент. но вот такая ситуация. Я не знаю, тебе кажется. Я владiendo на максимальной колorte она так не очень важна. Ну, я думаю, вы видите, что под конец я совершеннейшим образом просто обнаглел и уже стал красить просто вот как томи. Не как водяными акрилами, а просто как томи. Значит, следующий большой вопрос, это как эта краска вычищается из аэрографа. К сожалению, процесс вычищения, вымывания водяных акрилов из аэрографа, он совсем непростой. Ну, давайте сначала плюхнем разбавителя, потом, вот есть микронюанс, я не купил фирменный АК-шный клинер, но клинер у них под третью серию такой же, как под все остальное. Поэтому я попробую Амамиговский клинер и увидим, насколько он хорош именно для этих целей. Амам By is注意. И теперь в основном я и пишуulent. Да. Не обязательно собираю тебя, здесь с постройкой, куда ну я читаю. Продолжение следует... Ну, я думаю, видно, что попытка промытия аэрографа оригинальным разбавителем – это пустая трата, в общем-то, этого самого разбавителя, да и денег. Разбавитель – штука дорогая. Давайте попробуем вот такой вот Амамиговский клинер 2001. Ну, я понимаю, что Амамиг и АК, они в сложных взаимоотношениях находятся, но вдруг получится. Всё-таки это тоже заявляется как акрил. А последняя безумная идея у меня вообще – плюхнуть туда 646. То есть, если этот акрил будет разбавляться, разводиться 646, то, знаете, это вообще будет просто сказка-фантастика. Потому что, я думаю, что все знают, что при попытке прочистки 646 Валеховского, Акашного и Амамиговского акрила, он выпадает в осадок, превращается в такую резиноподобную массу, которая камнем встаёт в сопли. Вот. Так, вот. Плюхать. 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 Продолжение следует... Так, ну, аммиговским очистителем, в принципе, отмывается более-менее, но тоже, конечно, не идеально. Давайте, правда, что мешает? Взять обычный, ну вот, вот такой растворитель универсальный. Заодно мы протестим все возможные варианты. Ну, выпадет в осадок. Ну, разберу я целиком аэрограф. Это, в принципе, ожидаемо, но переживаемо. Если это чудо-краска от 646 с 646 смешается, ну, это будет совсем космос. Нет, не смешается. Я уже вижу, чудо не произошло. То есть, проблемы вычищения, они все-таки останутся... Ну, хотя, вроде так, явным образом в осадок не выпадает, но я вижу, что... Какие-то комья там появились. Хотя... Слушайте, давайте сейчас посмотрим. Я вытащу иглу и посмотрю, в каком она состоянии. Ну, да, 646-й на самом деле не так плохо реагирует с этим всем, как с Валехой, да. То есть, в осадок все явным образом не выпадает, но, конечно, такого, знаете, как со спиртовыми акрилами, когда мы берем просто и заливаем 646-й, и все у нас прекрасно. Такого тоже, увы, нет. Так, ну, давайте еще попыточка тогда Амамигом капнуть. Вот. Ну, и, конечно, в конечном итоге эта вся история закончится тем, что я буду, по видимости, разбирать его и полностью вычищать. Ну, как минимум, опять же, в отличие от той же там Валехи, которую я тут недавно красил модулейером, который просто при высыхании встает колом в сопле, да, и никак не смешивается даже с собственным разбавителем. Здесь такого нет. То есть, вы видите, да, разбавитель вот этот вот, он принимает цвет, собственно, краски. То есть, он с ней как-то досмешивается. Понятное дело, что не идеально, да, но процесс идет. Да. Ну, да, здесь, конечно, все равно придется чистить с полной разборкой. Ну, что делать? Это, в принципе, для водяных акрилов это нормально. То есть, я надеялся, что будет вот все вот так, опять же, в рекламе, что, типа, никаких проблем у вас не будет. Ну, такого, конечно, к сожалению, нету. Проблемы незначительные есть, но в целом незначительные. Уже после окончания сборки и записи основного видео, мне пришла мысль, а что, если будет смешать предыдущее поколение акрилов, акашных, с этим новомодным разбавителем? Вдруг мы получим, собственно, те же свойства, которые имеют акрилы третьего поколения. То есть, прекрасное нанесение аэрографом. Ну, вот есть у меня вот такой цвет, V1 French Artillery Grey, артиллерийский серый. Так, максимально тщательно я его смешиваю. Аэрограф абсолютно чистый, то есть, я, видите, взял другой аэр, ну, чтобы вообще исключить какие-то моменты загрязнения предыдущего. Вы видите, прекрасно все распыляется. Давайте попробуем просто добавить немножечко разбавителя и капнуть буквально капельку краски. То есть, мы не будем повторять предыдущую ошибку. Так, у меня не открывается банка. Сначала добавим буквально чуточку, совсем чуточку краски, да, потом уже будем ее концентрацию увеличивать, а не наоборот. Ну, мне кажется, вполне иголка чистая. Давайте покрасим ложечку. Прямо без грунта, без всего. Я добавил немножко краски, потому что совсем отлично. она какая-то жидкая. Ну, опять же, это все как бы эксперименты, да, то есть, пока еще я сам для себя не поймал нужную консистенцию. Краска сохнет по ощущениям дольше, чем со штатным разбавителем. Видите, она очень пока блестит. Соответственно, я ее продолжаю раздувать сжатым воздухом. Все. Все. Смотрите продолжение в следующей серии. Такого металлического предмета в этой баночке. Я еще думаю, что вдруг там просто все как-то слижалось, ссохлось. Добавим еще немножко. По ощущениям, конечно, она что-то жидковатая. Так, ну и последнюю загрунтованную ложечку. Такого металлического предмета. Ну, я думаю, все прекрасно видно. То есть, наносится хорошо, к иголке не липнет. Вот мы берем, видите, никаких следов. Краска чуть-чуть жидковатая, но, опять же, это вопрос уже промесов. Самое главное, что мы видим, что разбавители третьего поколения совместим с, как минимум, акашными красками предыдущих поколений. То есть, работать вполне можно. И, конечно, на мой взгляд, ну, вы уже сами видите, разбавители третьего поколения гораздо удобнее в работе именно аэрографом. То есть, тут вопросов нету. Очень здорово, что оно смешивается. Сейчас еще дойдем один слой. Просушим сжатым воздухом. Ну, я думаю, так все видно. То есть, нанесение, в общем-то, беспроблемное совершенно. Просушим сжатым воздухом. Ну, вот без грунта, конечно, плоховато. Но, с другой стороны, конечно, красить такой довольно полиэтиленистый пластик без грунта, это, в принципе, ну, сомнительно, чтобы с первого раза что-то было хорошо. В общем-то, главное самое по грунту. По грунту, мне кажется, все в порядке. Сейчас еще раз раздуем воздухом доматываю поверхность и убедимся, что все в порядке. И, в общем-то, на этом эксперимент, я думаю, можно заканчивать. Ну, при желании, конечно, можно докрасить и до потеков. Ну, во всяком случае, как мы видели на предыдущей краске, на Бритиш Хаке, она довольно сильно стягивается. Ну, у нас действительно довольно жидко все тут разбодяжено. Поэтому, собственно говоря, при высыхании разбавителя, естественно, краска заметно стягивается. Ну, каких-то явных следов при этом вроде бы не остается. Сейчас, опять же, немножечко посушим аэрографом до матовой поверхности и уже можно будет выносить окончательный вердикт. Субтитры сделал DimaTorzok Да, ну, в целом, на плоскостях нормально. То, что здесь небольшие пузырики, это от грунта, то есть, это не проблема краски. Меня немножко, конечно, смущает вот микрозаливчики вот здесь. Посмотрим, насколько хорошо они стянутся. Но, в целом, в целом, я думаю, что основная суть ясна. Этот разбавитель крайне настоятельно, конечно, рекомендуется, мне кажется, не только к последнему, к третьему поколению акрилов, но и с более ранними акрилами, как минимум, от АК. Они, он тоже взаимодействует совершенно нормально, никаких проблем не происходит. К игле не липнет, да, самое главное, к игле не липнет. Наносится хорошо и комфортно. Поэтому, в общем-то, тоже эксперимент, хоть и я не ожидал успеха, но, тем не менее, объявляю успешным. То есть, можно вполне использовать третьего поколения разбавитель. И с более ранними красками от АК, они от этого гораздо лучше, гораздо приятней идут через аэрограф. Так, ну что, подведем, наверное, итоги. Мне кажется, уже все достаточно хорошо понятно. Значит, для тех, кто внезапно только с самого конца начинает смотреть, третье поколение водяных акрилов от АК. Ну, какой мой краткий вердикт? Достоинства и недостатки будут в описании. Я, может, еще что-то там вспомню, придумаю, но, вкратце, что мне понравилось? Мне, конечно, понравилось то, что работать аэрографом этой краской можно. Да, чуть хуже, чем томи, но можно. То есть, если работа аэрографом с АК, с АММИГом прошлого поколения и прочими красками, это реально мучение, постоянная залипающаяся, запачкивающаяся игла, постоянно летящие ошметки с этой иглы, постоянные непроходы через соплы и так далее, и так далее, и так далее. И, кстати, отвратительная вымываемость. То здесь, вы сами видели, я под конец лупил просто вот как томи, вот так щих-щих, просто вот и в два слоя по непросохшему, по просохшему. И вот тут какая-то капля. Ну, это, видать, я когда чистил, она просто упала, не смотрите на нее. То есть, вот особенно с грунтом, ну, тут вообще все нормально. Да, хорошая поверхность держится, сплошное покрытие, все нормально. Там, где были, кстати, микрозаливы, вот, посмотрите, здесь были микрозаливы, они все сохлись, все стянулись. То есть, ну, под аэрограф, как ни странно, ну, опять же, надо покрасить танк, но вот по предварительному ощущению моему, эта краска реально, наверное, первая краска, которая по нанесению сопоставима с спиртами, со спиртовыми акрилами, там, с ганзой и стамией. Ну, конечно, чуть похуже не трухи, но, извините, тут сравнивать нечего. Чуть похуже с олветных и прочих красок, эмалей. Вот, но тем не менее, то есть, для краски, которая вообще не пахнет, через аэрограф она, на мой взгляд, идет прекрасно. Да, ее проблематично вымывать. Ну, проблематично в сравнении с томией. Томию мы плюхнули 6-4-6 и выдули всю эту томию одним ударом. Здесь, по видимости, все-таки после как минимум окончания работы нам придется целиком аэрограф разбирать и все это уныло вычищать. То есть, соответственно, здесь, наверное, лучше все-таки аэрографы с самоцентрирующимся соплом использовать, то есть, H&S и прочие. Естественно, и ваты, джасы и прочие, они не очень любят процедуру вытаскивания сапла. Говоря о нанесении кистью, ну, тут все не настолько радужно, но это, наверное, результат, скажем так, того, что не может быть краской идеальной и под то, и под то. То есть, под кисть неплохо, мазочки чуть видны, конечно, с грунтом получше, но, скажем так, покрасить униформу, покрасить какие-то мелкие детали вообще без проблем, красить целиком танк в 35-м масштабе этой краской, кистью, наверное, все-таки тяжеловато, на мой взгляд. То есть, в принципе, конечно, красить танк кистью в 35-м масштабе тяжеловато, но эта, она больше такая, ну, ближе к аэрографному. Хотя кистью тоже без проблем. Я говорю, мелкие поверхности, все нормально. И да, ну, это реально первая краска, которая обладает вот такими свойствами, во всяком случае, из тех, что я пробовал, из тех, что есть на рынке массово, что, ну, правда, вот даже не скажешь, что это крашено водяным акрилом без единого засора, без единого плевка, без единого напыла. Ну, по прозрачным, ну, ну, что, ну, неравномерно. Томии бы, наверное, покрасились получше. То есть, тут, конечно, чуда не произошло, но как ограничено, тоже можно вполне использовать. Поэтому достоинства. Хорошее распыление из аэрографа, полное отсутствие запаха, нормальная эксплуатация кистью. Недостатки. Необходим вот такой вот специализированный разбавитель. Его далеко не везде купишь, потому что все, по видимости, магазины купили 100 банок, ну, то есть, каждого цвета по банке краски и, ну, там, 3-5 банок разбавителя. Естественно, разбавитель найти очень тяжело. Я разбавитель нашу только в магазине для автомоделистов. То есть, по видимости, он там просто никому не нужен. Второе, на что я обращу внимание. Вот этот цвет, он, на самом деле, отличается. Бритиш хаки. На самом деле, вот пока что, во всяком случае, большая часть палитры называется там, я не знаю, умбра, охра, я не знаю, там, сажа. Ну, то есть, название художественное. Я честно скажу, ребят, если мы хотели бы художественное название, мы пошли бы в магазин художественных красок. Мы покупаем модельную краску для того, чтобы купить краску, которая красилась Панцера-3, который сфотографировался рядом с Роммелем в Северной Африке, там, я не знаю, там, в середине 42-го года. Вот нам нужны модельные краски конкретные, а не вот эти, вот абстрактные. Бритиш хаки, ну, понятно, это униформа, да, но на самом деле, большая часть цветов не привязана, то есть, там, не русский зеленый, там, не немецкий серый, не еще что-то, там художественное название. Мне кажется, это тоже, ну, некий недостаток. То есть, если мы говорим о модельной краске, то модельная краска должна быть вот эта краска для вот этих моделей. Здесь, в этом плане, пока еще этого нету. Я надеюсь, что потом они уже намешают именно под модельные цвета свои, скажем так, оттенки. Потому что, ну, на мой взгляд, это просто неудобно. Именно художественное название цветов. В остальном, вполне можно пользоваться. Ну, на мой взгляд, опять же, я пробовал только один цвет, но то, что я уже вижу, то, как он наносится аэрографом, меня, конечно, очень приятно удивляло. Удивило, я уже говорил, я до этого, я специально не тестировал, не проверял. То есть, все вживую, все мои ощущения, впечатления тоже живые, и они вполне себе позитивные. То есть, под аэрограф реально рекомендую. То есть, если вам особенно нужна краска, которая не пахнет, это просто супер. Единственное, что да, вы замучаетесь ее из аэрографа вычищать. Ну, увы, тут уже как бы для водяных аквилов и так, мне кажется, сделали производители что-то невозможное. В общем-то, наверное, на этом и все. Все, повторюсь, подробно достоинства, недостатки будут в описании. Возможно, в описании я добавлю еще какой-то свой опыт по эксплуатации. Ну, и, естественно, если у вас возникают вопросы, тоже пишите в комментариях, с удовольствием обсудим, потому что, ну, может быть, я тоже что-то где-то упускаю, какие-то моменты я вполне могу допустить, потому что, ну, краска реально новая, опыта много еще не набрано по работе с ней. Ну, вот, то, что есть, тот есть. В общем-то, на этом, наверное, и закончим на сегодня. Если вам было интересно, если вам было полезным это видео, ставьте лайки. Если вы что-то хотите добавить в корректной форме, пожалуйста, в комментарии. С вами был канал Armour Master. Всем спасибо за внимание. Всем пока.